Всего в этот день наградили и поздравили 31 ветерана-атомщика, родившихся в мае. Своим трудом они внесли неоценимый вклад в развитие атомной отрасли. 11 человек, честь стаж работы на САЭС составил более 25 лет, были отмечены благодарственными письмами директора станции Павла Лубенского. Вручил их заместитель начальника управления информацией и общественных связей Михаил Коботов. Были в этот день и особые юбиляры, две супружеские пары, отметившие золотую свадьбу. Раиса Михайловна и Алевтин Андреевич Овсянниковы познакомились еще на строительстве Кольской АЭС. В 1976 году они приехали на Смоленскую станцию работать крановщиками в отдел строительства и перевозок. У них двое замечательных детей и двое внуков. За 50 лет совместной жизни они вывели свой рецепт счастливого брака. Жена должна любить мужа, а муж должен уважать жену. Молодым парам, я думаю, желать только терпения, уважения к друг другу. Ну и это большой труд семья. Трудитесь, ребята, и будет все хорошо. Валентина Федоровна и Евгений Иванович Дычук познакомились в городе Учкудук Республики Казахстан. Им понадобилось всего три месяца, чтобы понять, что они созданы друг для друга. С тех пор, вот уже полвека, они неразлучны. Выросли сын и дочь, появились трое внуков, а они все так же любят друг друга. Евгений Иванович с 1981 года трудился на Смоленской АЭС старшим машинистом турбинного цеха. Валентина Федоровна с 1982 года лаборантом химического цеха. Она и сейчас продолжает активно участвовать в жизни станции и поет в хоре «Гармония». Как-то вот у меня от такой хобби сильно захотелось. Ну, не скучаю. И в «Гармонии», и в «Совете ветеранов» участвую, отвечаю за цех химический. Ну, как-то не скучно мне. Вообще не скучно. Творческие коллективы ветеранской организации станции в этот день создавали праздничную атмосферу для всех ювеляров. И было понятно, что для каждого из них возраст и прожитые годы – это всего лишь опыт. В душе они все так же молоды и полны планов и идей.